Самое смешное, как она на этих ханьках поедет по Садовому кольцу. Вот это смешно будет. Спасибо вам огромное, Анастасия, за прекрасные, тёплые слова, сказанные на Ледниковом периоде о нашей программе. А у меня важная и серьёзная новость, с которой я бы хотел начать. Давай, стартуем на первом. Стартуем на первом. Так всегда говорил мой отец, когда мама приносила суп. Пока Сергей снимает свитер. Сергей, я могу... Я такие вопросы редко задаю, но почему-то разделся. Сашу, обозначу. Я бы хотел рассказать о ситуации, которая происходит с тем, что в результате встречи Вен Дзебао и Дмитрия Медведева было достигнуто следующее соглашение. Соглашение о строительстве и эксплуатации нефтепровода, внимание, сковородина, граница Китайской народной республики. А дальше? Что будет дальше? Мне кажется, что это будет уже не нефтепровод, а людопровод. Люди будут стоять и вёдрами... Да, и вёдрами... Провожать нефть уже. Передавать друг другу нефть. По цепочке. Да. Нужна ещё цепочка. Да. Следующая новость заключается в том, что мы, Россия, будем теперь являться основным поставщиком леса и оружия в Китай. Но лес, понятно, это им для того, чтобы они делали себе палочки, да? Для еды. Это страшное оружие. Это страшные цифры. Миллиард человек с палочками. Это сон ринга стара. Во-первых, заработает стоявший уже 15 лет самарский нунчако-строительный завод. Более известный как АвтоВАЗ. В простонародье. Они же изначально задумывались как палочкообрабатывательный завод. А пока вот кризис был с нунчаками в стране, они производили машины. Но по тем же эскизам. И заработает самарский нунчако-строительный завод. Автоматом заработает саратовский цепочечный нунчако-соединительный завод. Ведь палочки без цепочки, деньги на ветер. Слушай, надо останавливать его. Гарик. В нём заговорил врач сейчас. Симптомы. И китайские единоборства, действительно, восточные единоборства начнут, наконец-то, семимильными шагами идти по России. По России и наоборот. И наши русские единоборства, поножорщина, мордобою бара. На! Придёт в Китай. Этот стиль. Ведь зачастую китайские мастера шаолиня, монахи, которые 80 лет занимаются ушу, в позе журавля и в стиле богомола, он приближается к противнику, не подозревая, что есть приём, когда сзади заточкой в почку бьют. Ну, самое главное, что сейчас будут снимать совместные фильмы. Да? Наконец-то. С китайцами, да? В наших фильмах, наконец-то, появятся хорошо поставленные драки. А в их фильмах появится, наконец-то, смысл и Куценко. Владимир Владимирович Путин сказал, что нужно обмениваться опытом. Нужно перенимать у наших китайских друзей, как они всё-таки устраивают эти большие мероприятия. Например, Олимпийские игры. Кстати, действительно замечательно. У нас в 14-м здесь будет, надо всё самое хорошее. У них... Я вам уже говорил про... 14-й, это имеется в виду не дом, это имеется в виду год. Я говорил, что в Пекине там один был принцип. Побеждают местные, всё. Больше никакого смысла в Пекине. Надо его перенять? А что перенять? А, нет, хотя, да, по этому принципу у нас в Сочи армяне только победят. Ждать будут, да. Армяне или... Или дельфины, да. Или дельфины, но лучше армяне. Я бы хотел попросить вас рассказать про следующую тему. Президент Украины Виктор Ющенко. Всё ещё? Да. Это ещё не конец новостей. Поместил собственное изображение на монету достоинством 50 гривен. На монете, с одной стороны, изображена Украина, о чём свидетельствует надпись. Надпись-подсказка. Надпись-проверка. Причём, первоначально хотели разместить Украину вниз ногами, чтобы ты посмотрел, не догадался, перевернул. А, Украина. На лицевой стороне монете, или на обратной, изображён вселенский патриарх Константинопольский... Подожди. Оказывается, Пиопольский. Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей и Виктор Ющенко. Виктор Ющенко. Ющенко, Виктор, который держит в руках сосновые или еловые ветки, и в них горит свеча. Это я до слова... Это ты свой сон рассказывал? Нет, это я... Эротическая фантазия. Я не понимаю, какая монета реально? Он держит в руках, реально, он держит в руках свечку. Какой-то такой... Ваня, это реальная новость такая? Да. Именно потому, что эта новость реальная, она обведена зелёным маркером. 50 гривен, на одной стороне Ющенко, Варфоломей, свеча, ельник, на другой стороне Украина. То есть две... Прошу. На самом деле, сходите. Давай. Я честно скажу. Налетай. Мне нравится. Это удивительная монета, у которой есть решка и юшка. Скоро, я предполагаю, что выйдет, наверное, ещё и новое изображение, потому что, если, как говорил Владимир Ульянов, если один раз разместить изображение, собственно, на монете, одной монетой не ограничить. Я думаю, обязательно должна выйти 60-гривневая монета. Так. 60 гривен монета. Что на ней будет? Ющенко и Джеки Чен. Знаете, я боюсь, я знаю, почему сегодня отсутствует Александр. Он позирует для монеты Виктор и творческой интеллигенции. А может быть ещё, например, такая интересная монета, Виктор Ющенко в Гарлеме, где стоит Виктор Ющенко, держит свечку, а над свечкой ложку так. А это ещё интересная версия. На этой монете нет Виктора Ющенко. Это, да, это одна из самых, да. И так и написано. Виктор вышел. 70 будут через полчаса. До столь, в том 72 гривны монета. Я думаю, что Виктор Ющенко хотел выпустить не монету, а бумажные деньги. Но просто испугался того, что будут не по назначению использовать эту бумажку, выпустил на железе. Хотя некоторых людей и не испугал, и они с железом это проделывают тоже. Человек-копилка? Я не понимаю. И сделаем из точки запятную. Я вам объясню. Я не все слова по-русски понимаю сразу. И поэтому вас переспрашиваю. Ну вот копилка – это первое слово, что с молоком матери как бы. Копилка, Россия, ехать, вот билет. Да, друзья. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником. Всех поздравляем с праздником. После завтра. Четвертого. Четвертого числа. День народного единства. Давайте поаплодируем новому празднику. Поздравляем всех. Почему он возник? Почему? Потому что люди посчитали на территории России количество салатов, и что-то остается все время. И как раз на один остается. Давайте еще один праздник замутим. Давайте еще один праздник. День народного единства. Я скажу, что это правильно. Россияне очень много работают и практически не отдыхают. Это один из сложившихся стереотипов в мире. Это еще со сказок пошло. К нашему голубому шарику. Где бы ты ни был, в Гонконге, в Буэнос-Айресе, в Гонконге, в Буэнос-Айресе, я просто нигде больше не был. Где бы ты ни спрашивал, каков он образ русского человека. Очень много работают, практически не отдыхают. И нужны, естественно, новые праздники. Чем больше народ отдыхает... Немножко разгрузиться, чуть-чуть. Я бы хотел два слова сказать, что за праздник. В 1612 году произошло освобождение России от польской интервенции. Да, поляки, молодое поколение уже не знает. Это сейчас выглядит смешно, что поляки завоевали Россию, а тогда в 1612 было просто ржачно. Дело в том, что... Москвичи и русские вообще не понимали, что происходило. Дело в том, что... Поляки считали, что они захватили Россию, а Россия не знала об этом. Поляки приходили, раз в год, раз в год стучались и говорили... Боярская дума открывала, царь сидел там. Поляки говорили, пшээжэк, можнец, нэвжно... А бояре и русские думали просто, что это бухие люди. Напился, сиди. Иди, давайте, все. Напился, сиди дома. Мы заняты у нас, ты как коллеги. Зачем к русскому языку эти суффиксы... И забывали, да. И через год эти опять приходили, можнец, что хлебушек, а не... Неизвестен... Давай, давай. Так, дверь закрутил с той стороны, и поляки сказали... Ну, ждите. А тут еще Минин с Пожарским. Вот, кстати, это очень интересная история. Минин и Пожарский, два человека, которые... Объединили нацию? Да, это идите. Собрали денег? Знаменитый памятник, когда один стоит, второй сидит. И говорит, ты через 15 минут сейчас вот пройдет. Давай, ты сейчас сидишь, а потом я вот посижу. Ребят, в итоге поляки говорят, хорошо, мы уйдем. Стучат в дверь к царю. Царь смотрит в глазок поляки. Поляки говорят, мы уйдем, так и быть. Но у нас есть одно условие. Царь говорит, любое, лишь бы вы ушли. А то в 4 часа ночи я завтра мне на работу. Какое условие? Поляки говорят, мы уйдем, но в отместку за то, что мы уходим. Каждый год, 31 декабря, вы обязаны показывать людям Барбару Брыльскую. Я, друзья, хотел бы, подведя итог обсуждения Дня народного единства... Промежуточный. Да. Сказать следующую информацию, это очень важная информация. Если бы мини-на-пожарские не освободили нас от польских интервентов, смотреть бы нам прямо сейчас веселые скетчи в нашей программе на польском языке. А так мы сможем посмотреть на русском. Чтобы их посмотрел на польском. Это было прямое отключение из концертного зала имени Петра Ильича Чайковского. Экстренный выпуск. Кстати, статья в газете «Известия» пишут, что прапорщиков отправляют в отставку. И это не просто заявление. А военнослужащик, которому исполнилось 45 лет, будет уволен в запас. Другая часть прапорщиков будет переведена на должность середрантов-контрактников. А те из них, кто выполняет офицерские обязанности, будут аттестованы на офицерский должность. Правильно я понимаю, что в нашей стране перестанут существовать и в армии, и во флоте, мичмены и прапорщики. Самое главное, важное слово здесь – прапорщики. Как мы будем жить без прапорщики? Весь наш быт, вся наша жизнь зависит от этих людей. Ты говоришь сейчас... В чем я поеду, в чем вся моя семья поедет в сад? В чем? Откуда я возьму вот эту вот одежду? Скажите мне. Если они перестанут перекидывать через забор эти все вещи. Многим из вас я хотел бы объяснить... А как же эти одинокие женщины в маленьких городах? Как они без прапорщиков? Какой-никакой, но все-таки мужчина. На усладу женщине. На усладу. На усладу. Пускай женатый, пускай чесноком пахнет, от него пушками пахнет. Но он приходит. Пускай. Я у тебя все время переночуешь. Действительно, институт прапорщиков будет упразднен. Имени Луначарского. Я имею в виду не конкретное высшее учебное заведение, а... А нет его? Нет, его нет. Институт, высший институт мичманов и прапорщиков. В принципе, могло бы быть такое учебное заведение. Там могли бы быть очень интересные дисциплины. И когда прапорщик на экзамене, прапорщиков спрашивают, тебе условие такое, у тебя на складе шесть пар сапог. Так. Сколько у тебя сапог на складе? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Абсолютно верно. Он говорит, ну как, четыре. Красный диплом прапорщика. Нет, там сколько пять, но одни ваши. О, так вы прям как офицер отвечаете прям. Я хочу сказать, кто во что верит. Некоторые, судя по фотографиям и надписям, вот, например, бывший глава Федеральной резервной системы США пишет, «Я верю в Обаму». И вот его лицо в Обаму. То есть состоятся выборы, состоятся во вторник. Так. То есть у них в США тоже может состояться черный вторник, друзья. С праздником. Тут две версии. Либо состоится черный вторник, либо старый вторник. Старый вторник. Я бы хотел просто предположить, а что, как вы думаете, может измениться, например, в Белом доме? Обама в случае собственной победы на всех машинах президентского кортежа поменяет диски на такие большого диаметра. Это еще... Поставит такую... Это президентский кортеж будет так подъезжать на саммите Большой Восьмерки. На вахте, на вахте в Белом доме будет его бабушка работать. Не, представляете, Саркази стоит, Медведев, Гордон Браун... И дальше Обама, а за Обаму из таких... Не-не-не-не-не-не. Гордон Браун и говорит, а где, а где, а где президент США? Where is the president of the United States? И издалека. True your hands in the air, if you're a true player. How long you wait, you call me big five? Едет, едет. Что будет, если Барак Обама стоит? Во-первых, Снуп Доги Дог будет министром сельского хозяйства. Столько на полях не убрано растений США. И наконец-то... И други не доходят у правительства. И наконец-то... Люди в частном порядке срезают все, поджигают и... В частном порядке. Что еще будет? Министром обороны США наконец-то... А, министром здравоохранения США станет доктор Дре. Естественно. Естественно. А его что сняли? А его что сняли? Вы понимаете, что все, что вы говорите, это расизм? Нет, я именно подчеркиваю, это не расизм. Это расизм в другой стране. Понимаешь? Это прикольно. Отлично. Друзья, у меня потрясающая новость, как и все, что происходит в нашей стране. Для борьбы с алкоголизмом уменьшат размеры бутылок. По-моему, отличная борьба. И по всей стране мужички с маленькими ртами... Ура! Ура! Действительно, можно я прочитаю? Ужички с маленькими ртами. Вот и о нас подумали! Ваня, я не очень доверяю тому, что Сергеич, для борьбы с алкоголизмом уменьшат размеры бутылок. Да, действительно. Вот, друзья. Уменьшат размеры бутылок. Действительно, а как еще бороться... С вредными привычками. С вредными привычками. Увеличивать или уменьшать размеры? Увеличим гигантскую сигарету. Сделаем вот такую, чтобы неудобно было мнести. Вот по улице идет человек такой, о, курящий идет. Знаешь, вот такой на работу. Пойдем покурим, пойдем. Пойдем, да. А если вот бутылочки сделают совсем маленькие? Малюйские, да. Малюйские. Чтобы... Какой руке у меня ящик водки? Вообще, это правильно. Я считаю, что мы, когда мы начинаем бороться с чем-то, мы забываем о том, что мы можем привлечь и те предметы, с которыми мы можем бороться. Потому что сейчас рассматривается специальный законопроект, специальная программа, которая позволит наркотикам самим звонить по телефону и сообщать, где они находятся и сколько они весят. Причем это будет так. Алло, алло. Это милиция? Это Гера. Здравствуйте. Я. Что вы говорите? А, сейчас, секунду. 800 грамм. Спасибо. А ладно, что вы остановились, мужики? Да. Ну, знаете что, вот в нашей стране начали бороться с алкоголизмом таким вот способом. Я на собственном примере вам скажу. Да, Сергей. Я решил не бороться с алкоголизмом, а просто провести месяц, месяц такой, знаете, как говорится у нас в России, почиститься. Вот это вот слово хорошее. Прокапаться. Почиститься. Я опять перестал понимать этот язык. На весь месяц я решил, вот ни грамма алкоголя, никаких сигарет, пошел в аптеку и купил витамин С. Думаю, ну витаминчиками там поднимусь нормально. Сейчас вам, друзья, вам зачитаю, что я купил. Итак, я купил обыкновенный витамин С. Итак, читаю. Побочные действия со стороны центральной нервной системы. Головная боль, чувство усталости, повышение возбудимости ЦНС, нарушение сна. Со стороны пищеварительной системы. Раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, диарея, спазмы желудка. Со стороны сердечно-засудистой системы. Снижение проницаемости капилляров и ухудшение трофики тканей. Тромбоз, аллергические реакции, кожная сыпь, гиперея кожи, редко анафилактический шок. Внимание! И прочее. Витамин С. Дорогие одностолицы. Страна чудес побочных. Нет, я что-то пить захотел. Вот чего-то я пить захотел, ведь с этой фразы начинаются многие праздники в нашей стране. А то и спонтанно. Так, внимание. Правительству предложили перекинуться в покер. Вслед за строителями с мольбой у государственной поддержки обратились владельцы казино к правительству с просьбой «дайте денег». Казино обратились к правительству с просьбой «дайте денег». Правительство говорит, на что вам деньги? И говорит, да на 12 красные. Здесь еще дополнение. Кто еще из богатых попросил помощи? Вот, кстати. Кто? Так, ассоциация строителей России. Сколько тогда? Торговые сети, банки, нефтяные компании. Все те, у которых реально очень плохо с деньгами. Хорошо, что мы вовремя вложились в пластилин, Иван. Да. До кризиса. В июле помнишь, когда я тебе позвонил? Я помню. Приезжай, я в пластилине. Я помню, да. Это я помню эту фразу. Еще одна новость. Михаил Прохоров стал президентом Российского союза биатлонистов. Это довольно логично. Человек, у которого 19 миллиардов до обязан просто уметь бегать и стрелять еще. Во время бега. Я считаю, что, по крайней мере, теперь Михаил не будет задавать вопросы, почему он на лыжах и с оружием. На таможене просто. Потом, друзья, давайте не забудем. Михаил знает толк в зимних видах спорта. Все помнят знаменитый турнир в Куршевеле. Дело в том, что теперь ни у кого в Куршевеле не возникнет вопросов, почему Михаил Прохоров опять привез всю женскую федерацию по биатлону. По биатлону. Почему все девчонки на лыжах? И зачем столько мази лыжных? У него пресс-конференция по биатлону, естественно, у Прохорова, да. Я спрашиваю, вы знаете, что такое биатлон? Он говорит, ну что вы, ребята, биатлон это как секс. Если не попал, то скорость тебе уже не поможет. Промахнулся и штрафной круг. Не было у вас такого. На этой ноте мы бы хотели перейти к музыкальной открытке нашего сегодняшнего заседания. Мы споем песню, которую исполняла знаменитая, блистательная польская киноактриса Барбара Брильска в фильме Эльдара Визанова «Ирония судьбы». Поскольку все знают, что Барбару Брильску дублировала Валентина Талызина, замечательная актриса, и пела песню Алла Пугачева. Но на съемках, когда еще не было дубляжа, не было озвучки, Барбара пела эту песню на польском языке. И сейчас мы споем для вас эту песню. И таким образом поздравим вас всех с праздником народного единства. Днем народного единства.